Ну, очень. Кометронидозол, можешь там работать? Это же парадонтит? Конечно. А зачем кометронидозолу с альтопарадонтит? Он очень скидка. А там же муру, там же аноэроба. Вы знаете, что кометронидозолу и на что он действует? На аноэробу. На аноэробу. Это... Нет. Алексей вам прочитает лекцию в перерыве, присоединится к вам на обеде и расскажет. Мы не будем этим погружаться. Метронидозол не работает ни на какие аноэробы. Это вообще... К словам, вы устранили очаг инфекции. Вы устранили причину. Ваше применение антисептика здесь на самом деле такое, факультативное. Нет, но здесь же проведена первичная продентологическая подготовка, да? То есть там... Нет, это все одномоментно было, потому что была устражала. Я очистила, естественно, прежде чем сделать пластику, естественно, я удалила все грануляции, все это выскорбила. Протокол обработки корня не поменялся. Все то же самое. Просто здесь, когда мы открыли, я увидела, что это надо как бы работать по-другому. Вот и все. Я шла за планируемое на это вмешательство, да? Я посмотрела, как это я, оценила, прозондировала. Зондирование там порядка 10 миллиметров, естественно, да, при таком дефекте. Так же и должно быть. Операция совмещенная... Да, 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 совмещенная. Это все можно совмещать в единый блок. И в области имплантатов можно все то же самое делать. Всякое же то, что случается и с ними. А если вы не назначаете, правильно? Нет, не назначаю. А если оголилась тренировка, ее просто угоняют, да? Да, она сама сожрется. Сама сожрется. Если разошлись швы... Если разошлись швы, надо прекратить работать и начать тренироваться. Я не сучу. Ты с культурой уходил? Нет. Да взять недельный перерыв, купить себе курицу. И шить до бесконечности, пока у вас не пройдут восхождения. Сколько можно повторить, если все-таки... Через полтора месяца. Полтора-два месяца посмотреть, как заживает просто. Так, если гематома... Это нужно выпускать или нет? Бывает, что разводят за тупым зондом... Нет, не знаю, что зачем. Очень хорошо, пусть она там где-то. Гематома сидит. Она же фактор регенерации, да? Ее можно сглаживать. Был даже такой метод по кулаженкам. Мы специально... А вот геонтерапия мы ставили эти... Синяки на слизистые, чтобы... Продонтиты и пародонтозы лечили. Аппарат по кулаженкам, да. Лечили с тенового и в половину минуты. У меня кто-то, у меня звуки, или тут есть-то. Аппарат удалил. Не слышать. А если зубы не поняли, что... А если зубы не поняли, что... А он дежурное не был... Просто когда у нас есть возможность завести, он же еще более надежно будет держать. А если бы мы просто на Адентии шили, конечно, он просто шьется вот так вот. Алина, а фитогель можно сюда... Знаете что? У меня Оля замешивает кость на нем. Ну, не кость это уже давно. Вот. На чём? На фитогель. Я говорю, что вот, допустим, ну, когда немножко десна не очень хорошая, я вот туда его... Ну, не такой дефект. Такой дефект, его для операции... А, так, конечно. Ну, и здесь, как бы... Конечно. Ну, тут в воду вводи, не вводи, там космодефект. А если это просто маргинальное воспаление, конечно, конечно, он весь работает, может туда не лезть. Знаешь, а вы плазмолифтинг не делаете... Плазмолифтинг это косметологическое... Ну, как вы назвали, то есть отхалываем до плазмы. Ну, ПРФ, там. Не, надо на ПРФ, ПРФ, которые... Да, я поняла. И что будет? Нет, до операции. До чем? Запущите сосудики туда. Ну, здесь с сосудами вообще особенно у него проблемы. Я не про это посмотрю, я вам вообще расспрашиваю, в обществе. Я не делаю. Я вообще ненавижу никакие уколы в деснах. Меня вызывают это отрыжку по-советски. А так куда антибиотики вы назначаете? Никогда, кроме имплантации и косных плазиков. Но вы уже убрали воспаление. Зачем? Ну, как бы его убрали? Он же на коснице нужно встает. Как его убрали? Воспаление же он там есть же. Правильно? Ну, почистили. Ну, хорошо. Как этому процессу там времени уже там? Полгода, вот. В костеле микробные не появляются? Он накапливает что-то? Нет. А откуда они там появятся у нас? Откуда идите? А кто появился? Эффект пардонтальный. Он у нее длительно развивался. Это длительный процесс хронический. У нее тяжелая форма пардонтита. Просто он где-то больше, где-то меньше. У нее в таком же состоянии зубы 36-37. У нее в таком же состоянии еще там один зуб с другой стороны. Я его тоже оперировала. Это просто не снимаемо, потому что рот у нее очень маленький, на самом деле. Вот, а вы в таком же манипуляции в 3-6-37 делали? Да. Там просто нет рецессии, там не надо было как бы восстанавливать утраченную высоту. Я так... Просто к тому, насколько там качественно можно все разумно очистить. Так, еще раз. Если мы некачественно это делаем, мы идем тренироваться. Мы не проводим эксперименты на людях. Мы не проводим эксперименты на людях. Делите внимание, касаемо обоснованности фармакотерапии, это первое. Второе, что мы рассматриваем пардонтит как инфекционно-аутоиммунный процесс. И николагеновые мелки обождаются эпидовый комплекс и эндотоксинные бактерии. У вас в кости осталась, как вы говорите, инфекция. Что решит ваш курс антибиотик? Ну, пропилы, ну, 5, ну, 7 дней. И дальше. Но сложенных будет меньше. У меня нет осложнений. Печенка вылезает. Надо работать, визуализировая дефект. Полностью. Не бояться откидывать лоскуты. Вы должны полностью соблюдать абсолютно тотальный контроль над зоновой операцией, над полем операционным. Это первое. Вы должны быть уверены, что вы все убрали и все удалили. Это второе. Прежде чем вносить туда костно-апластический материал. Вот это ваше почистили. Это из серии постсоветской продонтологии. Ну, а что, не смешно, Екатерина Станиславовна, когда они на грязь эти ватки ставят? Мне жалко пациентов, например. Слушайте, пожалуйста, у вас костный материал, он влёг на корень зуба. И когда в дефект он... Нет, в дефект, понятно. Вот он прямо на корне зуба. Но он не на корне прямо, там его минимально. А, это вот просто фотография, так он в дефект. Он именно в дефект, да. А на корне, там ты молок. То есть там нет. Такое ощущение было, что... Вы пытаетесь меня убедить в том, что это не рабочая история, что этот зуб придётся... И у вас будет работать. Надо просто улучшить качество того, что вы делаете. Всего лишь. И включать голову в каждую работу. А просто так поудалять все зубы много ума не надо. Знаете, как я быстро это делаю? Ничего вообще сложного нет. Реконструкция всегда тяжёлая, сложная, замороченная. Но он очень такой, я бы сказала... Понятия не могу. Да, скажи. Ну, я работаю в клинике премиум-класса. И эта операция, наверное, будет стоить порядка 85-90 тысяч. Во что в этот имплантацию запоставить? Так ещё это косая тань, которая в соседних таких же партнерологического статуса зуба. Вы же помните об этом? То, что, конечно, проблема. Потому что и десны нет. Она уже слабая. И она уже лэнфекция какой-нибудь. Что? Нет. Мы проанализировали всё. Я осматриваю всё. Так что, ни один зуб плечу во рту. Потому что пациент готовлю. Тут вопрос, дешевле ли имплантат или дороже. Здесь вопрос, что это вы свой зуб сберегли. А имплантат вы ещё потом три раза переставите в это место. Я вам обещаю. А назад можно вернуть? Посмотреть, насколько корень был оговорён. Вот мне разрез. Откинут лоскоп. Сейчас я поняла, поняла. Я иду. Где зубик? А что у него с стороны неба? Да, кстати, там же, наверное, тоже нет. Вы как-то расширяли окно, нет? А, да, кстати. Давайте я вам последовательно отвечу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!